Погода в уходящем году преподнесла немало сюрпризов. 2014 запомнится большим числом ДТП, пожаров и уголовных преследований. Одно из самых громких – приговор бывшему главе Энгельской администрации. Михаил Лысенко был осужден за взятку с вымогательством на 7,5 лет колонии. Вспомним о событиях уходящего года вместе с Екатериной Ковальчук. Еще одно громкое уголовное дело завершилось в декабре этого года. За убийство жителя Пугачева, десантника Руслана Маржанова, 18-летний Алин Азиров был осужден на 9,5 лет колонии общего режима. Напомню, после гибели молодого человека в городе прокатилась волна акций протеста. Количество дорожно-транспортных аварий по сравнению с прошлым годом увеличилось почти на 11%. В области произошло около 3000 ДТП, в результате которых погибли более 400 человек. Одна из резонансных аварий случилась в мае. В Саратовском районе на мосту у села Престанное 26-летний водитель МАЗа сбил полицейского при исполнении. От полученных травм сотрудник ДПС скончался на месте. Причина аварии – водитель большегруза заснул за рулем. Еще одно громкое ДТП произошло в ноябре. На мосту Саратов-Энгельс лоб в лоб столкнулись две иномарки. Водителем одной из них оказался заместитель руководителя Следственного комитета Энгельса. От полученных травм Евгений Куракин скончался на месте. В августе этого года жителей Саратова потрясла смерть пенсионерки на воде. На реке Саратовка в районе села Шумейка житель области наехал на катере на купающуюся женщину. Пенсионерка погибла на месте. Одна из загадочных смертей этого года произошла в Энгельсе. В августе в одной из проток реки Волга было обнаружено тело министра председателя комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области Анатолия Морсина. По одной из версий следствие, катер, на котором плыл чиновник, врезался в неизвестный предмет. В результате столкновения мужчина вылетел за борт и попал под винт. Следствие по этому делу продолжается. Начало и конец года запомнится саратовцам крупными пожарами. В феврале загорелся один из продовольственных рынков города – Синой. Огонь вспыхнул сразу в нескольких местах. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Здание практически полностью было уничтожено огнем. В ночь на 1 декабря произошел пожар в частном доме на улице Большая Горная. Горела квартира на первом этаже. В результате происшествия погибла 7-летняя девочка. Через несколько дней в больнице скончалась и мать. 14 декабря в поселке Зоринский прогремел взрыв в одноэтажном строении. По предварительным данным, в одной из квартир произошла утечка газа. В результате этой трагедии погибли три человека.